Уважаемые зрители, добрый день! Сегодня 5 февраля 2023 года, воскресенье. Вместе с нами Владимир Николаевич Баглаев, экономист-практик, генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода. Сегодня внеочередной выпуск, но будет, как всегда, полезно и интересно. Владимир Николаевич, рады видеть! Здравствуйте! Вам слово! Как и обещали, иногда будем выходить по отдельным поводам, как говорится, вне средств. Так что пройдем и сегодня по кипящему информационному полю постараемся спокойно оценить ситуацию. Иногда, читая ваши комментарии, натыкаюсь на очень такие эмоциональные ответы, наподобие, типа, там, кипит наш разум возмущенный. А это плохо, если разум кипит. В этом состоянии разум будет делать ошибки, а принимать решение надо, честно говоря, взвешенно. А почему вот он сейчас у нас там вдруг закипел? Почему он до этого у нас этот разум не кипел? Ну да, какой-нибудь периодически раньше певец в том очередной раз показывал своим бывшим фанатам, чтобы он их считал забыдло. А Россия для него это лишь территория, где ему с помощью первых каналов раскрутили популярность. И это ему позволяло, и сейчас позволяет многим из них мотаться по корпоративам, стричь бабосы, часть которых потом попадают в фонды поддержки украинской армии. Это факты нам известные. Конечно, разум у нас возмущается. Вот вроде много такой информации. И фамилий только тех, кто уже на этой ниве прославился, больше десятка можно уже назвать. Это только из скандальных информационных вбросов. А сколько таких фамилий не попало из стойкогорты, мягко скажем, непатриотичных, но очень народных артистов предыдущего периода? Фактов много, и они нас, конечно, возмущают. Так и хочется спросить, а если это все известно? И даже больше, чем нам с вами известно, тем, кому положено, знают о чем речь, то зачем этими вбросами народ дразнить, если мир, так скажем, некоторые иллюстрации этих товарищей или не товарищей ни разу, никто никак не принимает. Только вот нас дразнят тем, что где-то кто-то очередной раз нас снял с деньги, забрал на корпоративе и отдал там на Украину, лозунги там какие-то прочитал. Взамен что? Кроме того, чтобы подразнить народ. Единственным разумным ответом на этот вопрос может быть только один. Кому-то и с какой-то целью надо отвлечь внимание на негодный предмет или объект. Разум тогда сразу нас закипает, хочется призвать кого-то к ответу и тут же назначить виноватого чиновника, и после этого самому, всем таком в белом, удалиться на диван с чувством того, что негодяи получили свою порцию народной ненависти по заслугам. Но с другой стороны, возможно, за этой эмоциональной встряткой мы пропускаем что-то по-настоящему важное для нашего общего понимания. Что может быть лежит у нас под носом и даже воняет капитально. Все на самом виду, но нам никак не удается свое внимание направить именно на этот объект. Отвлекаемся постоянно на такого рода, пускай и некрасивые, но мелкие выбросы. Поставить вопрос именно так меня заставил очередной информационный всплеск вокруг, так скажем, не пойми какой страны резидента и бывшего российского губернатора Романа Абрамовича. И вот британское правительство должно в ближайшие недели согласовать передачу на помощь Украине 2,3 миллиардов фунтов стерлингов, полученных миллиардером, еще раз, полученных миллиардером, полученных миллиардером Романом Абрамовичем при продаже лондонского футбольного клуба Челси и перечислены им для фонда помощи пострадавшим в конфликте на Украине. Я так понимаю, он до этих денег не добрался, а вот Лондон до них добрался. Так что я так и не понял, получил Роман Абрамович эти 2,3 миллиарда фунтов или не получил. Но правительство британское решило эти деньги отправить на поддержку, так сказать, Украине. Ну, в пресс-офисе Абрамовича сообщили, что бизнесмен не имеет отношения к распределению этих средств. И перед продажей Челси Роман Абрамович объявил, что хочет, чтобы вырученные средства были переданы в боготворительный фонд для нужд жертв с обоих сторон конфликта между Россией и Украиной. То есть резидентом он как минимум уже трех стран. Лондон, Москва, Киев. Ну, понятное дело, что их подачетвертая страна, я сейчас о ней не вспоминаю, но она тоже подразумевается. Понятное дело, что Абрамович тут совсем ни при чем, а я тут ни при чем. И Челси этот он купил на честно заработанными, так скажем, трудами, безработными в дни своей молодости, как правильно сказать, действия. И когда эта информация стала доступна широкой общественности, тут же у нас понеслось. Забрать, национализировать, что-нибудь еще с этим Романом сделать. Ну, в общем, нормальная реакция, чего уж там говорить. Но дерзкая болезнь, как болевизны, была вызвана мероприятием, на самом деле, очень, опять напоминающим процесс отвлечения на негодный объект. Пусть даже и сильно, и дурно пахнущий. Почему так? Хорошо. Начнем с того, что не очень понятно, почему лишь сейчас возникли такие радикальные мысли о том, что, в общем, совсем неправильно, когда вот так вот взяли и забрали эти гадкие, на удивление дивные англичане, никогда не забирали, тут Барс нас обманули, англичане, и забрали. Стоп, а у кого эти англичане забрали эти миллиарды? У Абрамовича. И вас это расстроило? Подождите. А у кого забрал все эти миллиарды сам Абрамович? И чем он рассчитался, на самом деле, с теми, у кого он эти деньги забрал? То есть, то, что у, так скажем, стороннего резидента забрали в Лондоне один из самых дорогих клубов, который давал огромный мультиплативный эффект от рождебной нам экономики, и не дали ему права самому распределить поровну или не очень средства между воюющими сторонами, это нас возмущает. А то, что страну и ее народ обнесли, причем немного раньше, на этот кусок, мы как-то про это дело забыли. А ведь если трезво оценить положение вещей, то громанули нас намного раньше, чем вот сейчас эти два ярда отнесли. И без этого раньше не было бы, на самом деле, этого сегодня. Более того, отглянитесь вокруг. Это что? Единственные активы, которыми, как бы, владели русскоязычные, русскими я не могу их назвать, язык не поворачивается, а теперь эти активы будут пущены против нас? Это только у Абрамовича такие активы, которые против нас работают? Тогда давайте пройдемся немножко по масштабам. Что там у нас? Вернее, у него забрали 2 миллиарда, чуть больше, пунктов стерлингов? Это плохо. Но это копейки по сравнению с более чем 300 миллиардами долларов, замороженными валютных резервов. Понятно, мы, конечно, не ожидали такого, что с нами может случиться, и с нами так поступит наш вероятный противник. Это было неожиданно. Ладно, понятно. Ну а дальше? 270 миллиардов, рекордных миллиардов торгового профицита и соответствующего вывоза капитала. Это кто сделал? А это более чем в 100 раз больше, чем взяли у этого парня. Но парень у нас у всех вызывает возмущение. А 270 миллиардов вызывает? Нет? Кто-нибудь по этому поводу? Да, президент наш 11 января пожаловался, что так долго продолжаться не может. Как раз про эти 270 миллиардов. А, собственно говоря, какому он пожаловался и почему дальше этого не может продолжаться? И кто это все остановит? А, скажете вы, значит, надо было по-другому поступать. Не надо было позволять этим Абрамовичам так делать. А они, эти Абрамовичи, скажут, что все они сделали совершенно по закону. А законы эти не сами выдумывали, а принимались Государственной Думой. И сейчас тоже все происходит в рамках закона. И Дума по этому поводу не парится и законы не меняет. А так как Думу и те, кто принимает незаконы, выбирает народ на демократических выборах, то сидите, лохи ушастые, и рыпаетесь. Это по факту ваше народное волеизъявление про все эти миллиарды туда уходящие. Или я где-то допустил промашку своих логических построений. Забыли, как в едином порыве выбирали мы те партии, или точнее партию, которая сейчас, вернее тогда, нас в ВТО ратифицировала. А мы сейчас пожидаем эти самые плоды. Ну ладно, кто старое помянет, тому пускай Собчак приснится. А теперь-то что мешает нам изменить? Ну нам скажут, что мешают нам изменить все это дело международные законы, по которым у нас все отобрали, и теперь наши законы обратно не позволяют это вернуть. Ну и тут-то было. Наши продвинутые граждане не возразят. Кончилось их время. Мы же за новую конституцию голосовали всем миром, где придется. Лишь бы наше российское право имело приоритет над международным правом. А все остальное из поправок мы, может, и не вспомним, но вот эту-то поправку мы точно помним. Вот не помним, зачем ходили голосовать, а вот за это ходили голосовать точно. Это ведь то самое. Это первый шаг на пути избавления от колониальной зависимости. И только одно это стоило для того, чтобы прийти и проголосовать за эти самые поправки. Так что все, мол, Владимир, не прав. Теперь наши российские законы имеют приоритет над международными. Можно принимать, если Дума, конечно, примет, и все обратно вернуть в зад. Было дело, помню. Но вот последнее выступление Михаила Делягина, который как бы обозначил, что нас как раз именно в этом пункте кремлевские пропагандисты немного пропагандонили, заставил меня самому залезть и почитать не проект той конституции, а уже действующую статью новой нашей конституции. Читаю и диву даюсь. Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования от 1 июля 2020 года. Статья 15, пункт 4. Читаю для тех, кто ничего не понял, за что голосовал. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Лохи, привет, я с вами. Как нас обнесли-то? Народ, который так доверчиво голосовал на пеньках, в ходе, так сказать, общероссийского голосования вы же сами, вы за это все проголосовали. Вы думали, нет, нет, вы за это проголосовали. Это ваши действия. Что вы сейчас все на Абрамовича валите? Он может и не может по-другому. И дума не позволит ему нарушать международные договора. И бедный такой парень, Абрамович Рома, вынужден будет подчиниться решению высокого суда Лондона. Хотя этот суд выше не только наших российских законов, но и судов других не менее суверенных стран. Вот, читаю свежачок. Высокий суд Лондона разрешил наложить арест по всему миру на ранее не выявленные активы бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Так что есть и другие не менее суверенные страны, которые подчиняются решению этого лондонского высокого суда. Но на сайтах этого высокого надроссийского суда и другие наши истории можно с вами прекрасно проследить. В том числе оттуда сколько миллиардов у нашего или ихнего теперь по неразберись Романа Абрамовича взялись. Раз уж про Челси и откуда на эти Челси были деньги, мы заговорили, то давайте вспомним, как вообще появились деньги на этот самый Челси, который сегодня у него забрали. Итак, осенью 2011 года Роман Абрамович в лондонском суде под присягой заявил, что фактически залоговый аукцион по приватизации СИП нефти носил фиктивный характер. А сговор Брезовского и его партнера Бадри Патражсвили с другим участником торгов позволил им избежать, тому самому Роману Абрамовичу, конкуренции и купить компанию за стартовую цену. Напомню, Абрамович заплатил за всю СИП нефть ту 100,3 миллиона долларов. А уже в октябре 2005 года не за всю компанию, а за 75,7% акции компании, которая приобрела компания группа «Газпром», так сказать, наше народное достояние, если верить телевизору. Так вот, Абрамович, она купила этот пакет за 13,1 миллиарда долларов, что в 130 раз больше, и это, наверное, хороший бизнес. Как раз на ЧИЛСЕ хватает и на все остальное. Согласитесь, интересная схема. А вот участника сговора, того Брезовского, послали в долгий путь, и не его одного. Обидно, конечно, тому было, насколько мы помним, но тут пленных не берут. Если не верите, спросите у Бадри по Тарашсквире. Так что, как бы там ни было, а чистосердечное признание от Романа Абрамовича у нас с вами вроде бы как есть. Только его не тот следователь, не той юридикции зарегистрировал. Хотя, а что это меняет на самом деле в ситуации? Что в наших законах можно по-другому отнестись к тому показанию, которое дал Роман Абрамович под присягой в Лондонском суде? Ладно, а теперь давайте бегло пробежимся по тому списку собственников, которые сидят на наших активах. Если посмотреть на все, на все, 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 без исключения наши металлурические гиганты и химические гиганты, то какие бы мы фамилии не слышали в качестве как бы собственников, это все матафория. И играет клоун на трубе. О процессе представления выясняется, что все они управляются через офшорные, юридикции. И если что-то у них случается, между собой какие-то разборки, то они все отношения едут выяснять в Лондон. Нет смысла приводить полный расклад по этим крупнейшим сырьевым активам России. Google в помощь, и вы узнаете, что все наше там, ну как бы не совсем наше, хотя и выглядит почти как наше. И мы себя этим делом все время успокаивали. И при желании можно Пиплу объяснить, что это хитрый план управления российскими активами и исключительно идет на пользу России и ее народу. Скажем так, если подкопаться, то такие объяснения найти труда большого не составят. Как, кстати, и появившееся разъяснение, что благодаря тонкой работе, хитрой работе Сердюкова, по развалу нашей армии, наши руководители смогли ввести заблуждение в Запад, и тем самым по факту, наоборот, сильно усилить нашу армию. Ну, когда читаешь такие объяснения, то понимаешь, что тех порошков мне пока не предлагали, поэтому сложно перейти на такую логику. Хотя специально обученные пропагандисты этому нас пытаются убедить. Хорошо, ладно, частные компании, которые у нас там как бы сперли в момент приватизации, понятно, а вот как компании с госучастием, так сказать, наше народное достояние. Много копать не будем, возьмем пока с вами только по-крупному. Так, «Газпром» – крупнейшее акционерное общество в России, и как радостно и с позитивом узнаем на их сайте, на сентябре 2022 года государство контролировало аж больше, более 50% акций компаний. Более, а точнее 50,23% контролирует государство. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению госимуществом контролирует 38,37%, акционерное общество «Роснефтегаз» – 10,97%, и «Росгазофикация» еще 89,00%. Итого чуть больше 50%. Ну а далее, кто владеет второй половиной нашего народного достояния? А это владельцы американских депозитарных расписок на обыкновенные акции, которые свободно обращаются на американском фондовом рынке. Их доля, правда, снизилась в последнее время почти до 11%. Ну и прочие другие зарегистрированные лица еще 38,86%. Если на тех прочих посмотреть, то все они, конечно, мелки каждой подделности. Но если взять всех тех, кто превышает долю более 0,01% и выше, то все названия у этих владельцев какие-то все почему-то нерусские. Что, в принципе, не сильно, на самом деле, удивляет. И недавно, кстати, в прошлом году собрание Совета Директоров утвердило рекомендованные дивиденды за первое полугодие 2023 года. То есть уже операция наша в полный рост шла. У нас уже активы все заморозили. Так вот, дивидендные выплаты за полугодие 2023 года составили 1,2 трлн миллиардов рублей. И ожидаемые выплаты за второе полугодие примерно половины от этой цифры за первое. Так что только за первый военный год страна в лице Газпрома перечислит вне своих мобилизационных карманов, но уже надо мобилизироваться, так вот мы мимо них пронесем туда, в ту сторону, 900 миллиардов рублей. Или немногим менее 15 миллиардов долларов США. А вы говорите, Абрамович. Кстати, рыночная капитализация нашего Газпрома сейчас колеблется около отметки 4,5 трлн рублей. Напомню, что вывоз капитала и торговый профицит России в прошлом году превысил эту сумму более чем 4 раза. Ну, казалось бы, зачем отдавать свои деньги туда, когда у вас еще такие дивиденды и вы платите тоже туда. Заберите себе, отдайте им, грубо говоря, выкупите. Зачем напрямую? Ну, ладно, это отдельный разговор. Понятно, что схемы эти работают давно, уверенно, успешно по их лондонским законам. А пока у нас в процессе представления создается впечатление, что только Абрамович виноват. Так, хорошо, ну, пойдем дальше по крупным компаниям. За какие такие доходы в банковской сфере так переживает Центральный банк России? Посмотрим русскоязычный телевизор Сбербанк. Что там у них получается? Помимо Российской Федерации, владельцами акций компании являются также юридические лица, которые не являются резидентами России. В совокупности эта группа акционеров получает дивиденды от, внимание, 45,64% всех акций российского Сбербанка. Правда, есть еще частные инвесторы, не юридицы. В совокупности они там занимают чуть менее 3%. И вот тут менее половина – это российские резиденты, а остальные – тоже иностранцы. При этом капитализация компании составляет 3,4 триллиона рублей. И, заметьте, почти половина – не Россия. И, как видите, опять-таки половина этой суммы явно и кратно выше того, что нас так расстраивает, когда мы узнаем о том, что Абрамович через лондонские правительства, так сказать, решения случайно поддержал военную мощь Украины. Ну, ладно, поехали дальше. Что там у нас по другим хорошим компаниям? Вот Роснефть. Только на долю двух известных нам нерезидентных приходится 38,68%. Это, кстати, и враждебная нам BP, и еще одна компания QH Oil. Мы им тоже платим. Вот, кстати, если посмотреть заметку в РБК от прошлогоднего октября. BP не выполнила свое решение о продаже доли в Роснефти, которое озвучила в конце февраля, сообщил Сечин. Он также рассказал, что на открытие для BP счета перечислены, то есть BP счет открыли, да? Так вот, на их счет перечислили дивиденды за второе полугодие прошлого года 700 миллионов долларов США. А вы говорите, у нас миллиарды морозят. Мы-то нет. Мы честно. Правда, еще до начала всех нынешних событий, даже при таком процветном раскладе, в 2020 году, 7 из 11 членов Совета директоров были иностранцами в Роснефти. В том числе и тогда, и сейчас председателем Совета директоров Роснефти также являются иностранные гражданин. А народ у нас в городах за мигрантов переживает. Мол, на работу уборщика мусора нашему русскому не пробиться. Хотя так все русские хотят устроиться на работу подметателей. Как видите, не только в уборщики русских не принимают. Высокая политика тоже требует размена национальными интересами. Хотя в прессе нам по этому поводу расскажут, что соответствующего кормления эксперты, которые будут в этом рассказывать, объяснят, что мы не понимаем, это же менеджеры высокого полета, таких в нашем глобальном мире единицы. Ну, что я скажу, возможно, но почему их больше половины? Понимаете? А как вообще мы в СССР управлялись без этих единиц высокого полета менеджеров? И не по этой причине такого состава директоров в наших компаниях сегодня наши активы воюют против нас в виде бесконечного финансирования со стороны стран, которые делегировали нам в состав управленцев наших компаний стратегических, своих директоров, наших советов. Ну, вопросы, вопросы, вопросы. Они же настолько очевидны, но не знаю, как это можно не замечать. Заметьте, что мы с вами прошлись только так сказать по нашему народному достоянию с госучастием. А ведь у нас сотни сырьевых, металлургических, химических и агрокомпаний народного достояния, которые не имеют даже этого самого госучастия. А вот уточнили вы насчет народного достояния. Что за народ? Всех этих плохих достоился. Хотя кому надо, конечно, в курсе. Есть ли у кого-то под влиянием телевизора и бодрых, очень бодрых уведомлений некоторых депутатов из некоторых дум о том, что с этим сейчас будет покончено и теперь все будет взято под контроль государства, то советую обратить внимание на ситуацию вокруг давно уже нерусского алюминия. Вот как сами, кстати, американцы охарактеризовали факт отбора российских активов из рук Олега Дерибаски. Цитирую. «Решение США снять санкции с компаний «Русал-Н-Плюс» и «Евросип-Энерго» Олега Дерибаски, которому пришлось согласиться на условия американцев и фактически отдать им свои ключевые активы, это современный международный рейдерский захват. Вот так это характеризует в американской прессе, в их прессе. Но у нас по этому поводу никто ничего не характеризует. Если вспомнить структуру сделки, то по факту управления этой кампании было передано в руки американского по своему составу совета директоров фактически полностью. При этом право голосования такого акционера, как Дерибаска, в общем-то, было изъято. И возможность получать дивиденды кому-то, кроме новых хозяев, тоже сильно ограничили. Кстати, финансовую сторону сделки обеспечил своим финансированием по случайному стечению обстоятельств некоторый банк, который называется «Сбер». Что-то я в этой ситуации заскучал без Абрамовича. А где у нас он еще тут есть? Как-то вот не надо про Романа забывать, а то скучно. Мы же должны его критиковать и все отбирать. А вот новый интересный актив. Скажем так, норильский никель. И компания Романа Абрамовича и Александра Абрамова в этой норильском никеле обладает 4,7% акций. Серьезный процент в такой серьезной компании. А что еще серьезного в норильском никеле есть? Напомню, об этом норильском никеле еще есть Русал, в котором сейчас правят бал американцы. И Русал владеет 27,8% акций. То есть, если сложить эти 2%, цифра получается уже сравнимая с тем, что контролирует сам Потанин. И учитывая удачный опыт по рейдерскому отбору активов у Дерибаски и Абрамовича, тут, в общем-то, как вы видите, рукой подать до того, чтобы также закрыть и забрать еще одно российское стратическое предприятие. И вот Русал и норильский никель вышли на новый виток споров между собой. И, опять-таки, где? В высоком суде Лондона, куда поступил иск от алюминиевой компании, простреливающей Русала, крупнейшему совладельцу и президенту КМК Норникеля Владимиру Потанину, его компания. И одним из требований, кстати говоря, американского алюминия, ну какой он русский, конечно, американский, к Норникелю, это отстранение ряда руководителей в среде директоров и замена их на своих. Где-то я уже про такую схему слышал в 18-19 году на другом нашем сырьевом гиганте. Каша там, конечно, в разборках еще та, но почему в этой каше разбираются не наши российские органы власти и управления, а опять высокий суд Лондона? Почему не наши разбираются, что делают с нашими активами? Или это не наши активы? Ну, ответ, очевидно, риторический. Мы перешли на эти правила глобальной игры, в рыночную экономику, и правила там, конечно же, не наши. И не для нас их писали. Отказаться от этих правил мы не можем, не изменив своего отношения к частной собственности на средства производства. Тронешь одно поправить, другое посыплется, тронешь другое, третье повалится. В общем, менять частями без серьезных проблем в организации всей структуре экономики России не получается. Надо менять не частями, надо стратегически менять ситуацию управления и в экономике страны. При этом не надо думать, что в стране только какая-то там сотня другая олигархов, которые являются адептами сложившейся колониальной системы подчинения. Нет, их намного больше. В том числе не только среди собственников, но и тех, кто получал немалые деньги в откатах на различных структурах, так сказать, административного управления. И этот народ продолжают выращивать. Ну вот, скажем, интересная информация. Наконец, в ноябре 2022 года объем принадлежащих российским резидентам ценных бумаг, заблокированных, только заблокированных за рубежом, составил 5,7 триллионов рублей, сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Центрального банка Ольга Шишлядникова. Причем из этой суммы больше, чем 20% это активы, которые принадлежат розничным инвесторам, то есть нашим простым людям, россиянам. Всего-то там 20 миллиардов долларов простые россияне вывели на покупку акций зарубежных компаний. Такие вот наши простые граждане в ожидании, пока Набиулина добьется низкого уровня инфляции и в Россию побежит иностранный инвестор, они не стали этого ждать почему-то, а вложились в западные экономики. Ну и, напомню, кроме 20 миллиардов, которые физики вложили, юрлица, 70 миллиардов вложили туда же. Может быть, есть смысл об этом поговорить, а не про Абрамовича? Ведь это же совершенно частный случай, давайте смотреть на ситуацию в целиком, в корень. А что насчет корней? У нас есть подвижки к новому всероссийскому референдуму по Конституции для того, чтобы наши законы все-таки стали выше, не наши? Нет, об этом нет. Какого разговора? Или есть желание вернуться к элементам планирования в экономике, а не прогнозирования, как сейчас? Тоже об этом никто не говорит, скорее наоборот. В общем, сегодняшний выпуск я, конечно, посвятил тому, что не стоит слишком эмоционально бросаться на любую информацию, которую нам вбрасывают про того или иного как бы не очень хорошего человека. Не то, чтобы они были хорошие, но это не принципиальный момент. Надо спокойно относиться к таким эмоциональным вбросам, неважно на кого, то ли на Абрамовича или на Галкина, для меня это, в принципе, люди одного полета. Не, не принципиально. Я ведь при этом сегодня не сказал ничего такого, чего не знают наши почти все, да? А кому положено, знают намного больше. Так давайте с вами учиться видеть картину целиком, а не прыгать, как кошка за солнечным зайчиком. Этот зайчик лишь световое пятно, за ним нет ничего, только усилия этой кошки. А надо на самом деле просто подумать и найти, посмотреть, у кого на самом деле в руках зеркальца этого самого зайчика. И тогда все, казалось бы, для нас нелогичные решения от каких-то там руководителей сразу получают объяснение и там начинает просматриваться очевидная логика принятия этих решений. Сталинский учебник по этому предмету нам в помощь. Учимся думать, размышлять, не верить в бросам, разбираться самим, доверять себе. Редактор субтитров А.Семкин